Добрый вечер, в эфире новости о главных событиях сегодняшнего дня в ближайшие полчаса. В студии для вас работают Дмитрий Двойнев и Динара Женбатырова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. И коротко о главном. Темные лошадки. В МВД объяснили, почему полицейские массово водворяют на штрафстоянке авто с российскими номерами. Дом сдувает ветром. Новая многоэтажка в Усть-Каменогорске рассыпается, как карточный домик. Застройщик обанкротился. Кто теперь возьмет на себя ответственность? Юрта-класс. В октаву детей приобщают к национальной культуре прямо в юртах. И начнем с официального. Годовая инфляция в октябре сохранилась на уровне 8,9% на фоне незначительного снижения роста цен на продукты питания. Об этом президенту сегодня доложил глава Нацбанка. Ербулат Дусаев сообщил о работе правительства по антиинфляционному реагированию. В отчете финрегулятора также говорится о росте золотовалютных резервов за счет подорожания золота и восстановления инвестдоходов национального фонда с начала года до 2 миллиардов долларов. Кроме того, отмечен рост пенсионных активов. Дусаев также сообщил о готовности к запуску в пилотном режиме национальной платежной системы. Глава государства и президент Польши обсудили по телефону актуальные вопросы двусторонних отношений. Разговор состоялся по инициативе польской стороны. Касым Жумар-Тукаев подтвердил готовность к тесному сотрудничеству, в том числе в реализации наследия Астанинского саммита 2010 года. Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в Афганистане и сошлись во мнении, что афганский кризис требует активного и конструктивного участия всех заинтересованных сторон для решения гуманитарных проблем, борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком. И сегодня же представители двух стран Казахстана и Польши обсудили межпарламентское сотрудничество. Уже приличная встреча. Маршал Сената Польши прибыл в нашу страну с официальным визитом. Маулина Шимбаев и Томаш Гроски отметили, что для укрепления двусторонних отношений по линии торгово-экономического сотрудничества, а также в таких перспективах, сферах, как агропромышленный комплекс, транспорт, фармацевтика, строительство, важно содействие парламентариев. Кроме того, Маулина Шимбаев рассказал о текущей деятельности Сената Парламента Казахстана, в частности о законодательной работе. Приоритетом нашей палаты является законодательное обеспечение, модернизационной повестки нашего президента. Это модернизация как в экономической, так и в политической сферах. И нужно сказать, что за последние пару лет очень много качественных и важных законов в этих направлениях принято. В частности, мы приняли значимый пакет законов, направленных на дальнейшую демократизацию политической системы Казахстана. Особое внимание руководства Казахстана к развитию всестороннего партнерства с Польшей подчеркнул Нурлан Нигматуллин на встрече с маршалом Сената Гродским. Спикер Мажелиса рассказал о процессах модернизации политической системы, развития гражданского общества, который проходит сейчас в нашей стране по инициативе главы государства. По словам спикера, свой вклад в эту работу вносит и парламент страны, обеспечивая необходимую законодательную базу. В свою очередь, маршал Сената Польши, говоря о том, что отношения между двумя странами строятся на основе дружбы и взаимопомощи, подчеркнул, что Казахстан стал домом для свыше 100 разных этносов. Томаш Гродский также выразил готовность польских парламентариев оказывать необходимую поддержку для развития сотрудничества с Казахстаном во всех направлениях. Почти в два раза повысит зарплату сотрудникам правоохранительных органов до 2023 года. На сегодня меньше всего получают сержанты. Их оклад достигает всего 80 тысяч тенге. Значительная прибавка ждет и оперативников. Более того, теперь сотрудники органов внутренних дел, как и военнослужащие, смогут претендовать на жилищные льготы. Вот новая форма, тоже, кстати, один из этапов реформы МВД. Уже скоро она появится на всех полицейских страны. Как она будет выглядеть и какие еще изменения ждут МВД, об этом подробнее наши парламентские обозреватели. Куртка сшита из материала, называется полиэфир, покрытый полиуретаном. Это инновационный наполнитель. Его используют ведущие мировые производители верхней одежды. Например, из него шьют супертеплые финские пуховики. А теперь в таких телогрейках будут работать казахстанские полицейские. Мы в первую очередь учитывали многофункциональность и удобность для полицейских. Если обратили внимание, вот погоны. Раньше у нас погоны тоже были железные. Мы тоже поменяли ее на текстиль. Здесь полоса, это специально, чтобы обеспечить безопасность сотрудников при несении службы в ночное время. У нас часто бывают моменты, когда водители сбивают наших сотрудников. А его будет в данном случае видно издалека. Не только сбоку, но и сзади, и спереди тоже. Вместо обычных фуражек патруль будет носить кепки, а неудобные классические туфли заменят кроссовками. В среднем комплект одежды – это форма, демисезонные зимние куртки, обувь. Обойдутся государству в 270 тысяч тенге. Обмундирование будут шить заключенные, работающие на госпредприятии ЕМБЕК. Уже в зале пленарного заседания глава МВД объяснил, что переодевать сотрудников будут постепенно по мере износа старой формы. В первую очередь к Новому году переоденут участковых и патрульных. Ерланд Ругубаев рассказал депутатами о том, как изменится зарплата полицейских. В 2021 по 2023 год будет увеличена заработная плата у всех сотрудников органов внутренних дел. В первую очередь сержантский состав – 23 тысячи сержантского состава. Сегодня поднимается до 145 и плюс жилищное обеспечение тех сотрудников, которые не имеют семьи. Это как приравнивается к военнослужащим денежным выплатам для оперативного состава. От 107 тысяч увеличено до 160 до 170 тысяч. Во вторую очередь это аппараты областного уровня и в третью очередь будет Министерство внутренних дел. К слову, реформа в МВД идет последние два года. За это время часть функционала была передана миграционной службе, ЧАЭСникам, охранным агентствам. Большая работа ведется по подтягиванию уголовной исполнительной системы к международным стандартам. В ближайшее время в стране построят четыре новые колонии. Еще одно ноу-хау – так называемые электронные браслеты. Маячки надевают только освободившимся заключенным, чтобы контролировать их передвижение. В начале ноября для пробации устройство слежения наделят только на семерых педофилов, отсидевших свой срок. К концу года так контролировать будут 80 человек. У осужденного будут ограничения, наложенные судом. Это, допустим, после 10 до 6 утра нельзя выходить за пределы своего дома. Бывают ограничения, что нельзя. Это касательно лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Не допускается, допустим, в детские сады подходить близко к школам. Браслет реагирует на попытку снятия его. Его придется разрезать. Сигнал автоматически к нам поступает сотруднику службы пробации. В МВД на аренду этих браслетов в следующем году намерены потратить 356 миллионов сеньге. По данным правоохранительных органов, с начала года на свободу вышли 50 педофилов. До конца года освободят еще 32 насильника. Динара Жамбатырова, Таир Мерекенов. Итоги дня. Глава МВД прокомментировал ситуацию с авто на российском учете. Массовые проверки и изъятие иностранных легковушек вызвали шквал негодований и протесты практически во всех регионах страны. По данным министра Тургумбаева, около 210 тысяч машин с российским учетом находятся на территории Казахстана. 150 тысяч на законных основаниях, то есть ездят на них по доверенности. 600 единиц по спискам, переданным криминальной полицией МВД России, находятся в угоне. Еще 80 тысяч автомашин не стоят на учете ни в России, ни в Казахстане. Проверки же необходимы в первую очередь для безопасности дорожного движения. Наши граждане приобретаете автомашины по договору купли-продажи. По закону Республики Казахстан в течение 10 суток обязаны поставить их на свое имя на учет в Республике Казахстан. Для чего? Для того, чтобы данные там средства были на учете. Раз, для уплаты этих налогов, ну и также, естественно, должен быть технический осмотр транспортных средств. На сегодняшний день вот эти 80 тысяч автомашин, ни одна из них технический осмотр на территории Республики Казахстан не проходила. Какое техническое состояние, никто не знает ни профильное министерство, ни Министерство внутренних дел. Владельцы машин, чьи авто находятся на российском учете, штурмовали сегодня акиматы и спецсоны. Разговаривая с журналистами, многие из них подчеркивали, что даже не подозревали, что покупали кота в мешке, а некоторые коты еще и с криминальным прошлым. И вот в МВД же отмечают, граждане знали, на что шли, приобретая транспорт, пусть и дешевле, но не регистрируя его в Казахстане. Тимур Казагулов разбирался в ситуации. Второй день иномарка Дамира Жаканова стоит на штрафстоянке. Машину с российскими номерами парень купил в Рудном. Отдал деньги, забрал автомобиль и документы. Однако покупка обернулась неприятным сюрпризом. Выяснилось, что в России транспорт числится в угоне. Когда приобретал автомобиль, пробивал по номерам и по ВИН номеру кузова в нескольких базах, но данная машина была чистая, то есть она не числилась в угоне. Поэтому меня этот факт немного шокировал, если честно. Что делать дальше, учитывая угнанную собственность, парень пока не знает. Поставить на учет даже чистую машину с российским номером, купленную в Казахстане у третьих лиц, получается тоже не у всех. Особенно если у нее сменилось несколько владельцев. Фактически такие авто висят в воздухе, даже если человек заплатил за него. Они не являются ни хозяевами, ни собственниками данных транспортных средств. И как обычно они приобретают у третьих лиц. В тех паспортах россияне один из препятствий, почему они не ставят их на учет. Сегодня только в Кустанайской области около 8 тысяч безучетных машин. Как правило, больше всего таких фантомных авто в приграничных с Россией областях. Не есть оттаски, не будет что-то оттворения. Владельцев изъятие их железных коней ясно дело возмутило и вызвало протесты по всей стране. В столичном спеццоне сегодня собрались больше ста автолюбителей. К людям вышел полицейский. Он объяснил, двух одинаковых случаев нет. У каждого авто своя история с пятнами. Тем временем эксперты отмечают, многие покупают недорогие и старые машины, при этом абсолютно не боясь нарушений. Штрафы порой превышают стоимость самого авто. Журналист и блогер Азамат Ергалеев уверен, что за привозом российских машин в Казахстан стоят заинтересованные предприниматели и чиновники, которые якобы поставили дело на поток. Это выгодный бизнес. А ажиотаж возник не только в погоне за экономией, но и из-за запутанного механизма постановки на учет. Вы посмотрите, что у нас происходит. У нас за утильсбор отвечает Министерство экологии. У нас за первичную регистрацию авто отвечает Министерство индустрии и инновационного развития. А безопасность на дорогах, которые строят не они, отвечает у нас Министерство внутреннего дела Республики Казахстан. Вот три ведомства. И чтобы решить этот вопрос, окончательно, принципиально, мне кажется, нужна какая-то межведомственная работа на уровне правительства. Чтобы был четкий и понятный месседж населению страны. Водители просят, чтобы их автомобили поставили на учет в Казахстане по приемлемым тарифам и регистрировали так же, как и машины из Армении. То есть по сниженной пошлине и хотя бы временной регистрации. Иначе это бьет по карману. Пока же, как говорится, закон суров. Но это закон. И те авто, что уже увезли на штрафстоянке, забрать удастся только после оплаты штрафа и постановки транспорта на учет в нашей стране. В МВД отмечают. Время на то, чтобы решить вопрос у автолюбителей было. Тимур Козагулов, Наталья Строкова, Ермек Мухамедьяров, Таир Мирикенов. Итоги дня. Сегодня были озвучены предварительные версии причин взрыва в Актау. Напомню, он прогремел накануне в торгово-производственном комплексе Щеркала. По словам очевидцев, звуки взрыва слышали за несколько километров. По счастливой случайности жертв и пострадавших нет. Всю ночь спасатели разбирали завал, площадь которого 200 квадратных метров. На первом этаже комплекса находилась столовая, на втором швейный цех, рядом пристройка дорожно-строительной лаборатории. И с места взрыва извлекли пять баллонов, четыре газовых и один кислородный. По одной из версий, взорвался баллон в столовой. И, как сообщают в МВД, не исключается вероятность короткого замыкания. Криминальную же подоплеку случившегося полицейские не подтверждают. В любом случае, подробная информация будет лишь после полной ликвидации завалов и проведения всех экспертиз. Газбаллоны обыкновенные, заводские, но дело в том, что в соответствии с правилом пожарной безопасности, эксплуатация газовых баллонов на данных объектах запрещена. Проверка по пожарной безопасности данных объектов не проводилась сотрудниками ЧЕС, ввиду того, что на сегодняшний момент действует указ президента о моратории малого бизнеса. В Караганде пошли на поправку двое горняков, пострадавших на шахте Абайская в минувшее воскресенье. Напомню, в забое вентиляционного штрека произошел внезапный выброс метана. В это время там проводила работу ремонтная бригада. Шесть горняков погибли на месте. Двоих госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП выясняет правительственная комиссия. Сегодня руководство компании владельцы шахты огласили, какую помощь получат семьи погибших и пострадавших шахтеров. Отцов потеряли четыре ребенка. Двое из них несовершеннолетние. Марина Золотарева с подробностями. Сегодня утром двух пострадавших шахтеров перевели из реанимации в обычную палату. Накануне 58-летний Жени Смаралбаев и 61-летний Элайдар Зейналов поступили в Центр травматологии с острым отравлением шахтными газами. На сегодня состояние пациентов ближе к средней степени тяжести, динамики с улучшением на фоне проводимого лечения. Пациенты чувствуют себя гораздо лучше. Пациенты сегодня были переведены в отделение токсикологии для дальнейшего лечения. Причина ЧП – залповый выброс метана. По словам экспертов, обычно он сопровождается большой выброшенной горной массой. На этот раз забой завалило на 20 метров, однако датчики показали многократное превышение концентрации газа – до 41%. У самого газа выброшено было очень много. И люди, судя по всему, они просто не успели включиться в респиратор. Их не засыпало, они двигались к кустью выработки, чтобы выйти на свежую струю. Но просто-напросто они не своевременно включились в самоспасатель и задохнулись от нехватки кислорода. Когда произошел выброс метана, 9 горняков проводили ремонтные работы в середине 400-метрового забоя. Один человек находился в устье выработки, он выбрался самостоятельно. Еще два шахтера выжили, потому что успели воспользоваться самоспасателями. Шесть горняков погибли на месте. Пацанов жалко, конечно. Все молодые. Должны жить еще, детей рожать, воспитывать. Не знаю, внутреннее состояние не передать, конечно. Когда знаешь, что сам должен там работать, сам работаешь в этом забое. Родственникам, конечно, поддержать, охота. Отмечу, что минувшей весной шахта Абайская временно не работала. Иск о пристановлении предприятия до устранения всех нарушений в экономический суд подавал Комитет промышленной безопасности. Министр ПЧС Юрий Ильин пояснил, будет ли работать шахта в дальнейшем, станет ясно после вывода в правительственной комиссии. Что послужило причиной выброса метана, это будет как раз заниматься комиссией, определить, что было, может быть, нарушение каких-то технологических процессов, что привело к выбросу залпового метана. Есть круг уже подозреваемых, опрашиваемых, которые будут, соответственно, нести и уголовную ответственность за наступление подобного факта. Но это все по результатам проведенной работы комиссии. По данным Арселор Миттл Тимиртау, пострадавшим семьям выплатят 10-летнее денежное содержание. Также компания обязуется погасить им кредит и оплатить очное образование детям. Отмечу, что отцов потеряли 4 ребенка. Двое из них несовершеннолетние. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Каргандинская область. Итоги дня. Мой дом далеко не крепость, заявляют жители одной из новостроек Усть-Каменогорска, построенная два года назад. Высотка, по словам жильцов, буквально рассыпается. Брушались фасады и утеплители стен. Опасаются собственники квартир из-за целостности внутридомовых систем водоснабжения. Пластиковые водопроводные трубы, как выяснилось, закреплены проволокой. Хорошо, хоть не скотчем. Кто будет отвечать за качество строительства? Отвечать некому. Компания-застройщик лишена лицензии и официально объявлена банкротом. Формально за дом отвечает казахстанская жилищная компания. Владельцам квартир остается лишь надеяться на ремонт, который полагается в рамках действующей законной гарантии. Вячеслав Ветлугин прошелся по квартирам. Не готов рассказать о проблемах, с которыми не должны сталкиваться новоселы. Вот этот бытовой мусор, строительные материалы, а точнее облицовка вот этой новостройки. Со слов жильцов, обрушается сайдинг даже при легком ветре. Причем это уже шестое за год падение массивных жестяных листов сайдинга с высотки. Лишь только по счастливой случайности никто из местных жителей ни разу не пострадал. Внутри квартирные недочеты, это жители сами проводят. От полтора миллиона до пяти миллионов людей вложились на ремонт. Во всех 162 квартиры, скажем, вот между домами, проем называется, там рассыпана рассыпная вата. По факту там не должно быть, там должно было быть эти самые плиты вот эти, утеплители. Многие уже убедились и в ненадежности водопроводных систем, закрепленных тонкой проволокой. Пластиковая цруба горячей воды. Это с первого этажа по девятый этаж, вот в таком варианте исполнения. Подрядчик ТО Куршим Курнос. И за такую вот работу генеральный подрядчик перед жильцами не в ответе. Построившая и принимавшая здание в эксплуатацию фирма уже официально объявлена банкротом. Дом, как проект программы Нурлыжер, теперь в зоне прямой ответственности к казахстанской жилищной компании, получившей объект после обанкротившихся застройщиков. Впрочем, перемен от смены собственников здания владельцы купленных в кредит квартир пока не увидели. И в квартире минусовая температура. Мы не смогли переехать целых 8 месяцев, мы вот скитались. А вот сделали, в прошлом году обещали, что сделали утепление, ничего они не сделали. Целостность дома уже изучили представители архитектурной комиссии. Они выписали 30 листов технических недочетов. Устранять их представители казахстанской жилищной компании обещают в следующем году. И уверяют, финансирование будет. В настоящее время идет процедура прохождения госэкспертизы. По итогам получения заключения государственной экспертизы будет определена стоимость работы, так как мы ограничены бюджетными и государственными закупками. Капитальный ремонт новостройки обойдется в десятки, если не сотни миллионов бюджетных тенге. Вот так просчеты с выбором подрядчика при реализации жилищных программ оборачиваются финансовыми потерями для госказны и ростом недоверия населения к качеству жилищного строительства. Вячеслав Фетлугин, Сабина Рахимбай, Каната Бильдин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Итоги дня. В столице Турции состоялась выставка «Казахстанский путь», «Тюркское единство» и международная конференция «Тюркский мир. История, современность, будущее». Мероприятия, посвященные 30-летию независимости Казахстана, были организованы библиотекой первого президента Республики Казахстан и Академией Ельбаса совместно с Министерством иностранных дел и посольством Казахстана в Турции. В преддверии рабочего визита в эту страну президента Республики Казахстан Касымжи Марта Тукаева. Подробнее о событиях в Анкаре в следующем материале. Процессы возрождения духовного наследия тюркской цивилизации, а также места и роль тюркоязычных государств в современном мире и пути их дальнейшей интеграции обсудили на международной конференции «Тюркский мир. Прошлое, современность, будущее», состоявшейся в национальной библиотеке при администрации президента Турции в Анкаре. Приуроченная к 30-летию независимости нашей страны конференция собрала видных государственных и общественных деятелей, представителей экспертного сообщества тюркоязычных стран, руководителей международных организаций Тюркского совета, Тюркпа и Тюрксой. Одновременно в Анкаре открыла свою работу и масштабная выставка, экспонаты которой были бережно доставлены из казахстанской столицы. Когда мы говорим о Казахстане, мы в первую очередь вспоминаем о первом президенте Нурсултане Назарбаеве. Отрадно, что такая выставка проходит в национальной библиотеке Турции. Это самая большая библиотека страны. На выставке под названием «Казахстанский путь. Тюркское единство» представлены свыше 400 экспонатов из фондов библиотеки Ельбасе. Экспозиция состоит из трех разделов. Великая степь между прошлым и настоящим, «Казахстанский путь» и «Тюркское единство». Уникальные исторические реликвии, важные архивные документы, картины известных художников, фото и видеоматериалы. Всё это создаёт эффект полного погружения в историю, культуру и путь развития Казахстана за годы независимости. А также даёт возможность увидеть роль тюркоязычных государств в её укреплении и основные вехи процесса межтюркской интеграции. Не случайно два мероприятия прошли в Турции накануне 30-летия независимости Казахстана. Турция – братское государство, первым признавшее нашу независимость и всегда поддерживающее продвижение Казахстана. В ходе мероприятия также широко освещалась деятельность первого президента Кнурсултана Назарбаева как лидера современного тюркского мира. С его именем напрямую связаны не только достижения нашей страны, но и большие достижения в интеграции тюркских народов. О большом внимании к прошедшим мероприятиям и их высоком уровне говорит тот факт, что с приветственным адресом гостям и участникам обратился президент Турции Раджей Пердаган, который поздравил казахстанцев с предстоящим 30-летием независимости, особо подчеркнув роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в качестве патриарха современного тюркского мира. Одним из главных событий, проходящего в эти дни в Лос-Анджелесе фестиваль азиатского кино, стала премьера документального фильма «Кезек. История золотого человека». Картина основана на интервью голливудского режиссера и продюсера Оливера Стоуна с Нурсултаном Назарбаевым. В ней Ельбасе поделился своими воспоминаниями о распаде СССР, становлении независимости нашей республики и зарождении новой столицы. По словам режиссера, картина «Кезек. История золотого человека» одна из самых успешных в его копилке. И интерес со стороны американских зрителей лучше тому подтверждения. Лента попала в 50 лучших, отобранных для показа на Азиатском всемирном кинофестивале. Премьера документального фильма, съемки которого заняли 19 месяцев и выпали на разгар пандемии, уже прошла в Китае и Европе. В скором времени создатели картины планируют представить и телевизионную версию. Удержать внимание зрителя, говоря с ним о серьезных политических и геополитических вопросах, которые требуют знания истории, социологии, культуры, экономики, очень сложно. То есть очень сложно сделать фильм, который держит. Во-первых, сам рассказчик хорош. Это раз. Он прирожденный сторителлер, как говорят. Во-вторых, интервьюер, лучший интервьюер, который более 40 президентов интервьюировал в мире. И человек, который может подняться по уровню своих охвата мыслей в тех же местах, где уже находятся Элбасы. Мы продолжаем рассказывать о важных этапах становления страны в нашей традиционной рубрике, посвященной 30-летию независимости Казахстана. Сегодня вспомним, каким был год 1994. Итак, в третий год независимости в феврале Казахстан признает безъядерным государством. Страна становится членом Международного агентства по атомной энергии. Это означает, что с того самого момента деятельность казахстанской атомной промышленности поставлена под гарантии МАГАТЭ. В декабре того же года Казахстан, Россия, Великобритания и США подписывают меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Казахстана к договору о нераспространении ядерного оружия. Позже гарантиям присоединились Китай и Франция. Итог важного соглашения на Семипалатинском поликоне уничтожается последний ядерный заряд. Еще одно важное событие для государства случилось в апреле 1994 года. Казахстан и Китай договариваются о государственной границе. Именно в те годы решился спор о территории почти в тысячу квадратных метров в районе реки Сары-Чельде в Алматинской области и перевалов Чаганубо и Баймурзасими в Алматинской области. Кстати, первые разговоры о переносе столицы появились именно 24 года назад на заседании Верховного совета. Назарбаев предлагает перенести столицу Казахстана из Алматы в Акмалу через 3,5 года столицей нашей страны официально стала Астана. Летом 1994 года в космос отправляется Талхат Мусабаев, второй казах после Токтара Аубакирова. Полет продлился 126 дней. Мусабаеву удалось выйти дважды в открытый космос. На Земле космонавта встречал лично первый президент страны. Также в 1994 году в Казахстане проходят первые парламентские выборы. Избрали 177 депутатов. Напомню, до создания двухпалатного парламента его функции по советской системе выполнял Верховный совет. Казахстанцы помнят 1994 еще и как год первой победы независимого Казахстана на Олимпиаде. Золото принес лыжник Владимир Смирнов. Он стал рекордсменом этих игр, завоевав еще две серебряные медали. Казахстан занял рекордное 12 место в общекомандном зачете в списке из 67 стран мира. В Актау решили по-новому учить детей национальной культуре и выбрали замечательный способ. В качестве пилотного проекта ввели факультатив и проводят его прямо в юрте. И вот в ней дети постигают культуру, обычаи и традиции казахского народа, в том числе и практически. Мальчишки, к примеру, вручную учатся собирать и разбирать жилища кочевникова. Уроки организовали в рамках проекта Ултыкрух Ултыксана. Его обещают расширить и уже в следующем году таких классных юрт будет больше. Тамара Степанова с подробностями. Юрту собрали прямо в школе. Она настолько огромная, что частично пришлось разобрать потолок. Как вы видите, это необычная макета, настоящее жилище кочевников. Стены покрыты войлоком, а внутри богатое убранство в национальном стиле. Есть курпеда, стархан и даже настоящее оружие. Звуки дамбры здесь звучат часто. Национальный дух повсюду. Сами стены юрты дышат историей. За короткое время я узнал много фактов из истории юрты. Педагоги рассказывают нам, из чего она состоит, раскрывают секреты сборки и разборки передвижного дома. Я только однажды в жизни помогал взрослым в ауле собирать юрту. Но тогда я не понимал, как все организовано. А сейчас на летних каникулах я смогу показать свои знания. Новый факультатив – одно из самых любимых занятий для девочек. Их учат, как украшать юрту, создавать в ней уют и тепло семейного очага. Занятия проходят 9 раз в неделю. Пока в пилотном режиме их посещают около 60 детей. Мы изучаем все, чем наполнена юрта. Проект «Ултухруху лтухсана» – это новый взгляд на преподавание традиции казахского народа. Все делается, так сказать, в форме погружения в среду. Другими словами, лучше все увидеть воочию, чем на картинке в учебнике. Пока в проекте участвуют только три школы. Юрта, расположенная в 21-й школе, имеет свою историю. В 70-х годах в селе Уштаган Магисталского района жила семья известного мастера. Он собственными руками создал эту юрту и использовал ее на зимовке, а лето нажалял. Потомки Аксакала подарили ценный экспонат школе. К Наурызу в школах планируется провести мероприятие «Кейс Уйфест». Конкурсанты презентуют юрты и их макеты, сделанные собственными руками. И увлекательно, и познавательно. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, ОКТАУ. Итоги дня. Всего доброго. И до встречи в эфире.